Инвесторы недостроенного торгового центра подсолнух на площади Маркса заявили о фактах мародерства. Долгострой в центре Левобережья официально никто не охраняет уже около двух с половиной лет. Сейчас в здании царит настоящая раздруха. Поломанные двери, разбитая сантехника, демонтирована часть оконных блоков. Для того, чтобы сохранить свои активы в этом здании, которое мэрия предполагает осенью этого года выставить на аукционные торги, люди обратились с жалобами в полицию. Но пока их жалобы результата не возымели. В начале прошлой недели появились факты того, что здание начинает разграбляться. И в итоге за неделю, по сути, очень приличный ущерб был нанесен зданию. Побитые витражи, снятые алюминиевые профили. Также это можно увидеть над стройкой, над крышей. Там вообще практически все окна сняты. То есть ущерб, по предварительным оценкам, уже можно оценить на несколько миллионов рублей. Инвесторы строительства вынуждены буквально за руку ловить мародеров, которые никого не стесняются и орудуют прямо среди бела дня. Собственники квадратных метров, которые в свое время инвестировали в строительство ТК миллионы рублей, в шоке от происходящего. Ведь совсем скоро здание должно быть выставлено на торги, а причиненный ущерб может сильно отразиться на его итоговой стоимости. Многочисленные обращения в полицию пока не повлияли на ситуацию. Я вот не вижу никаких действий. Но здесь все легко находится. Здесь везде камеры. Это легко и просто. Этим просто кто-то должен заняться. Мое личное мнение, они просто занижают стоимость объектов. За чужой счет построен объект, как я понимаю. И, в общем, они его еще очень дешево выкупят. Нормально? Хороший бизнес. Ну, просто вандализм. Я думаю, что это сделано специально, чтобы себестоимость этого здания на аукционе была как можно меньше. Официально торги еще не объявлены, поэтому остается только догадываться, кому на руку этот погром. Эскалаторы были все установлены и закрыты вот такими деревянными храбами вандалоустойчивыми. На сегодняшний день мы видим, что все эскалаторы, они разобраны, деформированы. По сути, они приведены в негодность. Это дорогостоящее оборудование. Напомним, строительство общественно-торгового комплекса «Подсолнух» на площади Карла Маркса началось в середине нулевых. Тогда десятки людей вложили деньги в коммерческие площади. Предполагалось, что комплекс станет второй очередью одноименного торгового центра, который и сейчас успешно работает по соседству. Но вложения обернулись для 170 инвесторов финансовой катастрофой. Сдать объект застройщик обещал во втором квартале 2009-го. Однако стройка замерла, когда здание было готово на 74%. Преодолеть эту отметку не удается уже много лет, несмотря на то, что все квадратные метры были реализованы. Если инвестор строит здание и говорит, что через год он сдаст, пропагандистский аппарат работает, что это лакомое место и все остальное, затем он заканчивает строительство, деньги исчезают. Затем мы сдаем эти деньги и ничего не делается. Потом от этих денег мы до конца не можем идти в строительство, потому что нет никаких результатов строительства. Затем на нас начинают суды до того, что мы обязались давать деньги, и мы не сдаем деньги. И начинается закрутка всего этого такого. За землю, за электроэнергию, за сторожей. В 2015 году, когда строительство было давно заморожено, несколько крупнейших бенефициаров проекта сумели пролоббировать новый сбор денег с инвесторов на дострой Котыка. Люди, которые однажды уже оплатили площади, пытались обжаловать это решение, но суды были не на их стороне. Сейчас ждем, вот 18 лет, уже дети выросли, но все дождаться не можем. Я вот в данный момент все деньги вложил последнюю, в 2006 году суда. И вот все это время, как бы живем теперь так, как получается. Ну, верили в эту стройку, реально перспективное место, как вы думали, что то строят здание, в аренду сдавать, как-то жить на эти деньги, но не получилось. В ноябре 2022 года в законную силу вступило решение суда Ленинского района, который удовлетворил исковое заявление мэрии с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. Причиной послужило истечение срока договора аренды земельного участка. Теперь недостроенный ТК Подсолнух должен быть продан с торгов. Стартовая стоимость лота в январе 2024 составляла более 1,8 млрд рублей. Но после атак мародеров эта сумма может измениться, причем не в пользу многочисленных инвесторов. Мы переживаем, что оценка была произведена, когда здание имело еще целостные конструкции, не было каких-то таких видимых повреждений, и что данные действия могут привести к существенному снижению стоимости объекта. И дольщики в связи с этим не получат хотя бы какую-то сумму, компенсацию, заранее вложенные денежные средства. В муниципалитете считают, что нести расходы на охрану своего имущества обязаны были именно инвесторы строительства. К слову, еще два с половиной года назад, после того, как в судебном порядке был расторгнут договор с управляющей компанией, она советовала собственникам провести общее собрание и решить вопросы по содержанию объекта. Но этого так и не произошло. Сейчас ситуация грозит обернуться бедой. Мародеры снимают оконные рамы и бьют стеклянные фасады, которые выходят на оживленную улицу. Рядом остановка общественного транспорта и пешеходный переход. Последние три дня ходим, сами дежурим, теперь ходим, гоняем. Они тут пилят, прям они приносят инструменты и разбирают. Вот этот весь фасад, он алюминиевый. Они его прям болгаркой режут, здесь сидят.